Всем привет! Это проект Я не боюсь, я Вячеслав Гончаров. Итак, нашел интересную статейку в интернете, но хотел бы ее озвучить. Есть у нас такая Ольга Алимова, и вот что она написала. Пишет, правительство продолжает радовать россиян. Итак, покопавшись в карманах россиян путем увеличения НДС, стоимости бензина и дизельного топлива, и по сути лишив граждан Российской Федерации надежды жить на пенсию, правительство Медведева не успокоилось и продолжает изыскивать резервы для того, чтобы сделать жизнь простого россиянина еще хуже. Лично у меня уже складывается ощущение, что все происходит примерно таким образом. В подземном бункере собирается комитет по ухудшению жизни россиян. И его председатель объявляет, господа, мы сделали очень многое, чтобы жизнь наших граждан стала невыносимой, но представьте себе, они не сдаются. Какие ваши предложения? И вот звучит очередное, а давайте стоимость колбасы увеличим. А обоснуем это тем, что по мнению специалистов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Полученные от акцизов средства следует направить на стяжение цен на здоровое питание. Вот такая логика чиновников просто поражает. Это так называемый налог на колбасу по оценкам специалистов грозит ростом цены колбасных изделий на 30%. То есть попытку оздоровления наций планируют оплатить из кармана большинство россиян. Да, есть ряд исследований, утверждающих, что ничего особого хорошего в колбасе нет. Но тут надо понимать, что в стране 20 миллионов граждан, которые живут за чертой бедности, увеличивает на треть стоимость популярного продукта питания более чем странно. Когда страна вот уже месяц обсуждает невозможность вышить на 3,5 тысячи рублей в месяц, подобное предложение выглядит исключительно как издевательство над собственными гражданами. Надеюсь, что господам исправителей известно, куда могут привести их благие намерения. Тем более, что благие намерения в данном случае весьма эфемерны и, судя по всему, написаны исключительно для бумаги. Эти стратегии Медведева «денег нет, но вы держитесь» все еще в ходу. И это печально. Радует одна новость. Колбасу мы не едим уже давно. Во-первых, когда изучили более глубоко вопрос, тут по многим проверкам у нас показывают, что в колбасе колбасы и мяса нет. Особенно в последнее время, так называемые, куриные и так далее. Вы знаете, из чего я делаю? Остаются кости от курочки. Это все мелко-мелко перемалывает эту массу и загоняет в колбаску. И вот это пытаются продать нам, как колбасу. Называется это месиво очень просто. Механическая обвалка. Везде, если где вы читаете, что курица механическая обвалка, бегите подальше. Хотя там кости, кальция будет много. Крепче будут кости. Все. Подписываемся, ставим палец вверх. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!